На столе у меня всегда есть чашечка с водой и салфеточка, в которой я обязательно протираю руку водичкой. Для чего это делается? Я могу и спиртом сверху потом брызнуть, чтобы эта рука не была в пасте и когда мы делаем эти стресс, не было таких залипов сильных чпоков. Этот пальчик тоже у меня чистый, я вот так наберу пасту, все убираю лишнее. Пальчики не из пасты, я сюда наложу просто новой пасты. Мы работаем двумя пальцами, поэтому если запачкали их ручки, вытрите их. Работа будет аккуратная, нигде падать, капать не будет и залипать, прилеплять куда не надо. Все нормально, эти рабочие пальцы, пусть они будут протерли ручки. Пасту беру на пальчики. Новички работают только двумя пальчиками одним пальчиком. Если это недоступные места, мы один пальчик подгибать можем и оставляем пасту. Это уже мы сами регулируем. Паста на эту подмышку, на обе даже подмышки, мне хватит такого кусочка. Если на бикини я могу добавить пасты, либо новую взять кусочком. Теперь паста средняя. Если слишком мягкая, вы залипать начинаете, то надо добавить немножко плотной пасты. Если слишком тягучая, вам тяжело работать и долго она тянется, то значит немножко мягкой пасты добавить. В принципе все. По идее, кушетка, которая у меня находится, она немножко мне маловато. Она коротковата, ее надо бы сделать чуть повыше. 7 сантиметров кушетка. Смотрите, я стою ровно на ногах, но у меня все-таки ростка. Я делаю руку вот так, и вот у меня тут еще есть место. Это босиком. А если я боюсь, что маленький коврычок, потому что босиком невозможно работать, хотя люблю иногда, то вот она не стала конечно вот так вот. Можно было бы повыше. У кого повыше кушетка, работать да, очень удобно. Ну ладно, ленту удобно, лежать хорошо. А теперь что? На кушетку я обязательно ложу простыни. Одноразовые простыни. У меня такой рулон. Видно против света. У меня вот такой рулон. Они могут быть белые, розовые, голубые, разного цвета. Не важно какой цвет у простыни. Главное, чтобы они были одноразовые. Есть и другие формы выпускаю. Но это тоже не очень важно. У меня салфетки, у меня шпателя. Лучше всего иметь вот такой шпатель металлический. Прослужит он вам всю жизнь. Ничего ему не сделать. Это не металл, это сталь. Ну, металл, сталь. Наверное, правильно так. Он очень такой плотненький, он широкий. Сколько? Пару миллиметров, наверное, есть здесь. Вы набираете легко импасту, легко моется, легко обрабатывается. И он не гнется, когда вы плотную пасту, даже если хотите вытянуть из банки. Он очень крепкий. Действительно класс. В деревянном шпателе у вас будут собираться микробы деревяшки. Поэтому я, кроме как вытаскивания пасты, перекладывания на другой шпатель, я ничего не делаю. Ну, про запас у меня тоже есть. Пластмассовый тоже неплох. Тоже его можно обрабатывать и все. Но есть побольше такие шпатели. Есть вот маленькие. Он слабенький, тоненький. Если вам надо набрать пасту, слишком широкая вот эта ложка, и не всегда удобно, и не всегда прилипает хорошо паста к нему. Поэтому металлический зацепил, вытащил как надо. Лучше купить один раз и надолго. Он медицинский шпатель, просто все. Вот они разными. Могут быть и деревянные одноразовые шпателя, но я одноразовыми работаю. Если хотите, вы можете работать. Пасту сложно набирать, они часто ломаются. Работать неудобно. Хотя, если нет других шпателей, на первое время замечательно. Можете ими поработать и выбросить. Нежелательно его мыть, потому что там скапливаются микробы. Теперь что еще? Разные виды паст. От маленьких объемов. Разные, но больше нет. У меня еще остатки от оазиса. Я их вообще не пользуюсь. А золотой клевер мой тоже. А это пасты, лосьоны до, после. Тут тоже у меня остатки. Тальк, твой после лосьон. Тут у меня тоже также на помощники, на моем. Самое необходимое это лосьон перед, лосьон после. Тальк, спирт, хлоргексидин. Здесь у меня всевозможные пинцеты. Сейчас открою. Пинцеты всякие разные. Такие всякие, чтобы я могла достать и волосок, и иголочка такая есть. Пинцеты потоньше, потолще. Разные пинцеты. Вот они у меня тут в растворе тоже находятся. Вот такие баночки. Обязательно средства для рук. Очень сильного действия. Прямо от всех разных линков. Надолго очень держится. Но я все равно после карты лента все равно обрабатываю руки перед перчатками. И руки, после как я делаю перчатки, перчатки тоже я обрабатываю. И все. Стол мне, либо кресло мне нужно, когда я делаю с лицом процедуры. Ну, стол в любом случае нужен, да? Отдохнуть просто даже это нужно. С лицом процедуры я сажусь, ставлю у торца стол, у кушетки, здесь или там. Подставляю к вам лежу лампу и снимаю, и видео все делать. Сижу, работаю сзади. Я могу пробки сделать, я могу сделать шугаринг лица, усики, маску на лицо, массаж лица, всю штуку. Даже когда я бывает устану, и я сажусь на стул, если клиенту надо еще обработать условно зону бикини, если там росшие волоски, если их много, если там жировики, я понимаю, что мне надо поработать. Если мне надо поработать с ахокислотами, чтобы удалить органическую клетку, чтобы выйти хорошо волоскам. Они просто действуют как для врастающих волос, или от врастающих волос, как правильно. Вот. Что еще? Ну, в принципе, наверное, все самое необходимое. Паста, естественно. Паста должна быть мягкая, средняя, плотная. Три вида пасты, самый необходимый. Еще очень нужна паста супермягкая в определенных случаях, когда вам надо добавить ее на плотную пасту, когда вы поработали, вам надо добавить, когда вы заканчиваете уже, а у вас паста уже не работает, надо бы поменять, а тут осталось кусочек, неохота тратить уже лишнюю перчатку и новую пасту тратить, потому что этим кусочком вы можете целую процедуру сделать. Поэтому мягкая паста, супермягкая, для добавления, разбавления просто пасты чуть-чуть, чтобы она заработала. Супер плотная нужна, когда у вас уже и плотная не действует, это сильная жара, влажность помещения, нужна супер плотная паста. Возможно, кто-то захочет сделать процедуру в ванной, в бане, хотя в ванне вообще не рекомендуется делать процедуру, лучше сделать это в комнате, если есть возможность. А в бане многие делают себе спа-процедуры, делают масочки, скрабики всякие, женщины любят это делать, но шугаринг лучше сделать после тогда всех процедур, которые вы сделали, после того, как вы уже помылись, скрабились, все поделали и потом уже, когда у вас тело немножечко остыло, высохло, потому что после бани будет долго еще влага выходить из организма, вы там, наверное, паритесь веником, чаек пьете полезный, я так думаю, будет влага выходить из организма, поэтому будет влажная кожа и сложно будет зашугарить. Надо позже подостыть немножко, подсохнуть, скажем так, и потом уже, да, можно поры более раскрытые, более хорошая кожа, наверное, будет хорошо. Но туда нужно пользоваться только супер плотную или плотную пасту. Даже если вы ноги делаете, то там, ну, средняя может быть, ну, я не знаю, как попробовать, если такая возможность, кто-то может быть в бане делать по СПА-процедуре, езжать, всякие услуги. Теперь, что еще? Супер плотная, да, в жару и во влажное помещение. Мягкая паста при зиме, при прохладном межсезонье, мягкая паста будет работать как средняя. Она будет более плотнее оказаться. Когда очень жарко, она будет очень сильно таять, вы вообще не сможете ей работать. А вот, когда сильно жарко, у вас, допустим, средняя будет работать как мягкая. Даже было такое, что у нас колостан, у нас очень светло, у нас много светло, как сказать, солнечно, у нас много солнца всегда, и зимой, и летом. И в жаркую погоду именно средняя паста будет таять, как мягко работает. Даже у меня было такое, что плотная паста таяла, ну вот нереально таяла, под 40 было градусов. У меня работал вентилятор, кондиционер, мои клиенты тоже, я как бы прислушиваюсь к ним, потому что они лежат раздетые. Многие не хотят не только кондиционеров, они, когда заходят, говорят, выключай вентилятор, закрывай все окна. Я боюсь простыть. Я такая, что мне где-то думало, все. Поэтому очень было жарко, и работать очень сложно было. Я все время с тальком постоянно сыпала и сыпала, там килограмм, наверное, талька уходила. Присушивали кожу, мы подсушивали ее, и пользовалась я. У меня плотная даже паста таяла, потому что очень-очень было жарко у нас. У нас средняя температура, это вот весь 20-й год у нас была одна температура 30 градусов. 28, 32, 30, вот приблизительно так. Поэтому, когда очень жарко, плотная и супер плотная паста будет хороша. И она будет подтаять, она будет работать как плотная паста. Именно в жаркую погоду. Ну и да, влагу тоже, при влаге, влажной тоже плотная. Пока все. Субтитры подогнал «Симон»